Татьяна Ананьина родилась и выросла в микрорайоне ДОК, чем очень гордится. Педагог дошкольного образования, работать она начинала в детском саду «Земляничка». Мои выпускники уже стали, уже у них свои дети, уже пошли они у них в школу, вот это как сейчас я вижу. В 90-е годы молодую энергичную девушку буквально переманили в Дом культуры. Правда, тогда он назывался просто «Клуб». Татьяна Ананьина проводила все концерты, массовые мероприятия, игровые программы. Мне нравилось, как она работает, именно как организатор. И действительно, она педагог детский, и она очень умеет вокруг себя детей сплотить. Мы такие игровые программы проводили. В окошечко наблюдала, как она ведет игровые программы, я просто удовольствие получала. Она с ними и попрыгает, и поскачет, и зайчика, и всякое. Это не каждому дано. Это кажется, что это песенки, танцы, туда-сюда. А в результате очень сложная работа. Работать нужно с людьми, люди разные, подход к каждому нужно иметь. Сегодня она вспоминает, как весело жил ДОК. Люди в микрорайоне хорошо работали и также хорошо отдыхали. Место притяжения, конечно, местный клуб. Ходили удивительно. Ходило очень много людей. Контингент людей был очень разный. Было то, что ходили семьями. Сейчас сложновато, но тоже есть у нас здесь на ДОКе. Именно людей она называет источником вдохновения. Горящие глаза, искренние эмоции. Ради этого работники культуры пишут сценарии, разрабатывают программы. Иногда сутки напролет проводят на работе. Большинство говорят спасибо. Огромное спасибо, что вы есть, что вы для нас проводите. И даже не только люди моего возраста, как говорят пожилого, я это не люблю говорить. И поэтому даже молодежь сами, детки, ой, мы еще к вам придем. Им сейчас очень нравится приходить в наш ДОК. И хотя я сейчас ушла, но я его называю наш ДОК. Свой родной ДОК Культуры Татьяна Ананьина считает сердцем микрорайона. А еще точно знает, что все здесь держится на людях. Неравнодушных, активных, искренне любящих свою малую родину. Тех, кто занимается самодеятельностью, поет, танцует, мастерит. Ведь пока звучат песни, пока слышится детский смех, родной микрорайон живет. Для самой Татьяны Ананьиной главная поддержка – это семья. Любимый муж, они вместе уже 38 лет. Сын уже взрослый и самостоятельный. И дочь, которая буквально выросла на сцене. На сцене она выступала вместе со мной. Она ходила в танцевальные коллективы, была ведущей, Снегурочкой особенно. Я ее всегда, Аня, давай, давай. И сейчас даже вот у нас внучка Марьяша, ей сейчас будет три годика, вот 25 августа, она с Году приходила ко мне на сцену. И когда были мероприятия, я не могла ее удержать, ей надо на сцену. Она и дома хозяйка, и самая лучшая бабушка. И вообще, мне кажется, она всем всегда помогает вообще. Не знаю, мне кажется, она самая просто лучшая. Татьяна и правда из тех, у кого все в руках кипит. И время находится на все. Вместе с мужем они построили прекрасный дом. Сегодня он утопает в цветах и зелени. Лилии, розы, петунии и флоксы. Заботливая рука хозяйки видна в каждой детали. А это маленькая мастерская, где Татьяна занимается творчеством. Она обшивает всю семью. Здесь же рождаются концертные костюмы для самодеятельности. Последнее увлечение – плетение из ротанга. Да, это еще незаконченное, которое я начала побольше уже делать. Да, остался только немножко вверх. Хватает ее и на общественную жизнь. Татьяна Ананьина – постоянный участник всех собраний и инициатив микрорайона. Когда-то она была и председателем ТОСа. Весьма успешно. Она очень активна в этом деле. Она быстро всех соберет, народ соберет. Субботники там делали, праздники проводили, проекты писали. Мы там засыпали дорогу. Внутри двора, двор такой запущенный, довольно-таки деревянные дома в конце поселка. Мы засыпали дорогу, сделали проект на контейнеры. Не было, просто была там, можно сказать, помойка. Сегодня она продолжает строить планы. Знает, что организаторские способности помогут привлечь, зарядить, уговорить всех знакомых и соседей для общего благого дела. Вот здесь у нас, в нашей малой деревне, где вот эти наши сейчас коттеджи, как говорят, домики, кое-какой уголок. Но это пока еще в планах. Себя Татьяна Ананьина называет счастливой. Счастье в любимых людях, в детях, во внучке. В деле жизни, которая остается с ней даже после выхода на пенсию. Ноги сами нет-нет, да и несут снова в Дом культуры. И, конечно, счастье – это маленький уголок на окраине города, где она живет всю свою жизнь. Очень люблю. Пусть кто-то говорит, ой, там, лиминдуй док не предлагать. Нет. Я, кто-то, если спросит, на доке замечательно. У нас спокойно были времена, где-то там молодежь все шумела или еще что-то там. Нет, у нас замечательные люди. Они у нас очень хорошие. И за туманами, в тишине лесов мы болеем. Сырогенное, несказанное, но все сердце земли моей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова